Доброе утро. Мы уже в студии. Для вас пробудились и полны разделить свою энергию и позитив вместе с вами. Мы, это Дима Попов, Саша Корнович. Доброе утро. Это программа «Утро нового дня», которая 2 часа в прямом эфире будет вещать на телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». А сегодня, между прочим, среда. Вы добрались до середины недели и, значит, вы уже, можно сказать, покорили эту неделю. Среда, 16 октября, можно сказать, что экватор недели. Но будем надеяться, что она пройдет все так же активно и динамично, как прошел понедельник, вторник и, в принципе, весь этот месяц. И желаем, чтобы эта неделя была действительно позитивной и комфортной, как наши стулья от Павилы. Ну, а для того, чтобы оно было не только позитивным, комфортным, но и информативным это утро, мы приготовили для вас много разных новостей со всего мира, со всей России, с Крыма. И предлагаем им прямо сейчас узнать, что сегодня будет в программе «Утро нового дня». Лепить, вырезать, оформлять и доводить до совершенства. Сегодня, как и много лет назад, ручная работа ценится высоко, а изготовить в домашних условиях можно все, что угодно. Одни высоко прыгают, другие в мастерске держат баланс, а третий готовы тренироваться с утра до вечера. Собаки, любимцы публики и настоящие звезды сцены Синферопольского цирка. Портрет Дориана Грея, кентервильское привидение, и вера или нигилисты. 165 лет назад родился английский писатель Оскар Уайльд, один из самых известных драматургов позднего викторианского периода. Индийские буйволы, монгольские яки, зебу и ламы. Копытные с разных концов континента живут на одной территории без разделительных барьеров и клеток. Семьи крымчан могут получить при рождении детей единовременную выплату для улучшения жилищных условий за счет средств республиканского бюджета. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Кроме того, для того, чтобы это утро было информационным, информативным, для вас трудилась редакция новостей. Поэтому самые позитивные новости мы отобрали для вас, чтобы вы насладились ими с утра. Ну там не только позитив, конечно, но тем не менее, наверное, начнем по порядку и, наверное, правда, стоит пока самого хорошего. Но в первую очередь хочется сказать о поездах, потому что Крымская железная дорога приобрела новые локомотивы дальнего следования. Они должны первыми отправиться из республики на Мазерковую часть России после открытия железнодорожной части Крымского моста. Технические характеристики и оснащение проверили профильные специалисты. А все преимущества оценили наши корреспонденты. Для Владимира Скрицкого железная дорога – смысл жизни. В Симферопольском локомотивном депо он ветеран. 25 лет управлял поездом и уже 9 передает свои навыки молодым железнодорожникам. За свою трудовую деятельность повидал не один подвижной состав. ВО-8, ВО-11, ЧС-2, ЧС-2Т, ЧС-7. Ну, в принципе, все. Ну, локомотивы ТЭП-70, поездные, которые мы водили, тоже поезда. Теперь появится возможность расширить список. В сентябре депо получило новые электровозы. Вскоре они будут курсировать не только по Крыму, но и в другие регионы страны. Мы находимся в самом сердце электровоза ВЛ-10. Именно три таких появились недавно в Симферопольском локомотивном депо. Их начали собирать еще в далеком 1967 году в Тбилиси. Уникальность заключается в том, что этот электровоз двухсекционный, поэтому имеет кабины машиниста сразу с двух сторон. Новый подвижной состав уже прошел техническую экспертизу. Ремонтники проверили все до мельчайшего винтика и не нашли ни единого недостатка. Локомотивы прошли капитальные виды ремонта на материковые части Российской Федерации, на заводах. Вопросов по технической части к ним никаких нет. На данный момент они готовы к работе. До открытия железнодорожной части Крымского моста остается меньше двух месяцев. В связи с этим соседнее государство проявило активность. На Украине заговорили о возвращении поездов на полуостров. Но крымчане справляются без их помощи. Трех локомотивов пока для обучения бригад, для ознакомления. На данных локомотивах депо работало в 2016 году. Поэтому с приходом этих локомотивов бригадам провели занятия, вспомнили. И к работе мы готовы. В Джанкуе, железнодорожной столицы Крыма, тоже дождались новых тепловозов. Их оценил Алексей Шачин. Машинист с 30-летним стажем чувствует себя в новом подвижном составе настоящим пилотом. Еще бы, панель управления здесь напоминает кабину самолета. На данный момент, вот здесь вот вынесен монитор компьютера. И машинист, и помощник машиниста может контролировать полностью всю работу всех систем локомотива. Сегодня свой опыт он передает молодым специалистам. Уже завтра этот тепловоз отправится в Керчь. Будут новые локомотивы следовать и по направлению к Армянску. Старые теплоэлектровозы со счетом не списывают. Их ремонтируют здесь же, в самом большом депо Крыма. Второе дыхание машинам дают за считанные дни. Недавно мы получили в пользование этот стенд для проверки работоспособности кранов машинистов. И что значительно ускорило процесс ремонта. Готов встречать поезда дальнего следования и центральный вокзал Джанкоя. Провели косметический ремонт зданий, позаботились о безопасности пассажиров. Осталось организовать доступную среду для маломобильных граждан. Собираются реализовываться такие мероприятия, как установка подъемника для инвалидов-колясочников. Это установка специального низкого окна для вылетной кассы, для обслуживания тех же самых инвалидов-колясочников. Также будут реализованы мероприятия по пожарной безопасности. Появится тактильная плитка и таблички Брайля. Эти обновления ожидают центральный вокзал Джанкоя к концу года. То есть к началу запуска железнодорожного сообщения. Вскоре одну из главных узловых станций полуострова ждет полное возрождение. Александр Федорчак, Евгений Адовжик, Антон Лукьяненко и Дмитрий Лалетин. Новости 24. Крым без мусора. Республика взяла курс на чистоту. В ближайшие пять лет на реализацию нацпроекта «Экология» выделят свыше 4 миллиардов рублей. Как сегодня идет борьба с несанкционированными свалками? И сколько территорий уже удалось очистить? Репортаж Елены Байрамовой. Это мусорное городище, как его называют сами жители села Ленинское Красногвардейского района, появилось еще в 99-м году. Именно тогда развалился колхоз, ферма превратилась в руины, а вокруг все заросло травой. Татьяна Мазур прожила здесь всю жизнь. Это последствия Украины. При Украине мусор не вывозился никогда. За 20 лет я не помню, чтобы возили мусор. Куда людям девать? Было несколько свалок. Я знаю, что две крупных при России ликвидировал сельский совет. А это вот, понимаете, невозможно все сделать быстро. С годами навалов становится все больше, и сельчане бьют тревогу. На этой огромной территории настоящее мусорное кладбище. Здесь и строительный, и бытовой мусор. Жилые дома находятся в непосредственной близости от свалки, поэтому если ветер усиливается, все это летит прямо во дворы местных жителей. Но это не единственное неудобство. Местные жалуются на состояние окружающей среды. Я живу на отшибе немножко, нам не слышно. Кто-то, люди живут где поближе к этой свалке, да, очень слышно. Запах очень ядовитый идет. Говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. И таких масштабных проблем можно было бы избежать. Конечно, люди виноваты. Никто, мы же, ну как это так? Кто-то, если кто-то платит, мы вывозим туда. Если кто-то не платит, может там, единицы, может туда и возят. Сельчане ждут, когда эту территорию не просто приведут в порядок, но и найдут ей достойное применение. Варианты уже предлагают. Мы на этом месте хотели бы видеть или аптеку. У нас село очень большое, много пенсионеров. Нам ездить в Октябрьское далеко. Детский садик нужен обязательно, потому что у нас садик до 12 детей только там, а потом забирают. Однако не все сразу. Борьба со стихийным мусором началась три года назад, поэтапно. Его вывозят на полигон в Белогорский район. На площади 1620 квадратных метров было вывезено больше 3500 кубических метров бытового мусора. Дальнейшие работы по ликвидации планируются. А в районе Судака уже приступили к полной ликвидации свалок. Здесь, на площади более 2000 квадратных метров, отходы также собирались десятилетиями. На площадке работают мусоровозы, мультилифты, оснащенные спутниковой системой ГЛОНАСС. Ни бумажки, ни соринки. То, что упускает техника, собирают руками. Наш полуостров очень красивый. Такого нигде места больше нет. Давайте не будем его сами себе засорять. Живут здесь наши дети, внуки. За две недели отсюда уже вывезли более 5000 кубических метров ТБО. И такая работа ведется по всему Крыму. Вторая точка у нас сейчас ликвидации идет в Судаке. Тоже в районе села Переваловка. Там площадь 315 квадратных метров. На данный момент ликвидировано 25 свалок. Общий объем отходов, который вывезен с несанкционированных свалок, больше 42 тысяч кубических метров. В республике разработано несколько программ по очистке водоемов и лесных насаждений. До 2024 года Крым получит свыше 4 миллиардов рублей на реализацию проекта «Экология». Борьба с мусором ведется активно. Прекрасные пейзажи не должны омрачать такие виды. До конца года предприятие «Крымэкоресурсы» планирует ликвидировать 62 несанкционированные свалки. Общий объем около 100 тысяч кубических метров твердых бытовых отходов. Елена Берамова, Иван Евдокимов, Руслан Князев, Данил Захаров, Новости 24. Ну и хорошая новость для тех, кто нервничает, когда смотрит на счета за коммунальные услуги. Льготный тариф на воду продлят на год. Цена составит 31 рубль 55 копеек за кубометр. И разница между экономическими обоснованными тарифами, установленными для населения, будет возмещаться за счет бюджета. А я напомню, что такие льготные тарифы были сделаны как раз для того, чтобы крымчане, когда входили в поле Российской Федерации, могли легко привыкнуть к ценам и адаптироваться постепенно. Ну а мы готовы уже адаптироваться и поздороваться с нашими коллегами с радио, потому что у них, наверное, как всегда уже есть гости, с которыми они общаются. Интересно, просто на какую тему хотелось бы узнать. Ребята, здравствуйте. Доброе утро. Одну секундочку, мы сейчас прервемся. Прервем, Елена Викторовна. Тут у нас общение с нашими коллегами. Немножко мы вас прервем с утра, но больше так делать не будем. Кто у вас в гостях сегодня? Сегодня в гостях у нас Елена Викторовна Дадашева, зав. отделом стратегического планирования Министерства экономического развития Республики Крым. И с нашим гостем мы обсуждаем, как реализуются в республике национальные проекты. Какой-то конкретный? Ну и в том числе, конечно, мы пытаемся узнать, какие есть целевые показатели для каждого направления, для демографии, безопасных качественных дорог, здравоохранения и так далее. А вот во второй получасовке поговорим о подпрограмме сохранения лесов. Сколько же лесов будет высажено в республике в этом году и где конкретно они появятся? Может, поделитесь с нами каким-то интересным фактом, который уже стал известен в ходе беседы? Ну, мы выяснили, мы только начали беседу, что касается национальных проектов. Мы обсудили уже вопрос, как строятся в Крыму дороги как раз по проекту безопасной национальной дороги. Поняли, что как раз этот процесс идет и идет неплохо. Несколько дорог региональных практически уже готовы. Это какие? Ну, например, одна дорога, я говорю лично, ее недавно протестировал, которая идет на Севастополь от села Танковая. Она, в принципе, почти закончена, ее качество неплохое. Я, кстати, там еще не была. Единственное, когда ездила, она была перекрыта, и там приходилось очень неудобно объезжать. Сейчас нет таких вот моментов. Уже все хорошо, можно спокойно ехать, там заканчиваются работы. Кстати, я хотел обратить внимание, что с 8 часов до 9 утра мы будем обсуждать еще тему теплоснабжения городов, то есть вообще включение отопления и того. Да, все ли готово, и пора ли уже все-таки включать или немножко подождать, учитывая, что за окном у нас сейчас опять бабье лето. Погода прекрасна, но, тем не менее, вы знаете, вот мы сегодня с Димой с утра прочувствовали, что нам бы не мешала бы теплая батарея, чтобы погреть руки. Поэтому я уверена, что мнения по этому поводу разойдутся. Кстати, эта тема у нас будет тоже сегодня, ну, так сказать, в центре внимания. Ну, а мы желаем вам хорошего дня и бодрого настроения и продуктивной работы. Спасибо, ребята. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо. Ну, вот так вот, знаешь, по поводу как раз-таки отопления тоже мнения действительно расходятся, потому что всегда люди делятся на тех, кто мерзнет, всегда, постоянно и кому постоянно жарко. Вот одни спят, знаешь, аккуратно так вытащив ногу из-под одеяла, а пока другие упутываются с головой. Поэтому в любом случае пора, не пора. Ну, вроде по погодным условиям пока еще не пора, пока еще рановато. Ну, как говорят специалисты, у нас сейчас к отопительному сезону готова только каждая третья многоэтажка. И для того, чтобы уже вступить в этот сезон, должно быть еще холоднее. Хотя я не знаю, мне прохладно, честно. Я сплю мало того, что в пижамке, да еще и в халате, еще и в шерстяных носках. В общем, люблю согреться. Так что если вы вдруг увидите где-то спящего человека, укутавшегося во все, что можно, и в шерстяных носках среди лета в июле, вот так число 20-го, можете, в принципе, не сомневаться, это Димка попал. Просто заснул не дома. Не, ну, не дома я, конечно, редко просыпаю, но всякое бывает в жизни, как бы не будем зарекаться. А вот какая погода нас ожидает в ближайшее время, давайте узнаем вместе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Ну и буквально сейчас наткнулись, Дима, на видео и фотографии в интернете, как в одном из сел, в Сарайского района, горел автомобиль. Ну, то есть, и как пишут очевидцы, в принципе, можете видеть это уже на своих экранах, и как говорят очевидцы, что сгорелась военная машина. К счастью, обошлось без жертв, но были слышны взрывы. Вот это вот, кстати, наверное, то, что беспокоит больше всего, и то, что больше всего привлекло внимание, потому что именно на взрывы чаще всего и реагируют. Потому что так обычно, как показывает практика, все-таки в крымских городах очень часто мы видим, что в последнее время горят машины по разным причинам абсолютно. Ну, я заметил, что бывает когда серьезные ДТП у нас на трассе, а они у нас стабильно, допустим, я уже не удивляюсь, когда там пишут ДТП 2-3 человека, как бы там, допустим, ну, точнее, машины столкнулись. Это да, это классика. Вот судя по снимкам можно было определить, что это уже было вечернее время, может, как-то связано с этим, может, кто-то потерял бдительность. И это, в конце концов, привело к таким вот, к такому положению. Не теряем бдительности ни с утра, ни днем, ни на работе, ни тем более в дороге. Будем надеяться, что не будут терять и бдительницы, водители, бдительницы, да, водители кометы, которая начнет движение по маршруту Ялта-Севастополь уже с мая. Напомню, что она двигается со скоростью 65 км в час, и у нее было 120 пассажиров. То есть раньше, да, в этом году на месяц? Да, да, да. То есть вот такая вот положительная тенденция. Но, конечно же, ее придется у нас кормить, заправлять. И вот подробнее о ценах на топливо мы расскажем вам прямо сейчас. Итак, у нас газ будет стоить 22 рубля 99 копеек. Дизельное топливо у нас будет стоить 49 копеек рублей 99 копеек. 92-й 44 рубля 77 копеек, 95-й 48 рублей 77 копеек и самый дорогой 98-й 55 рублей 79 копеек. Сейчас предлагаю обратить ваше внимание на курс валют, подорожал ли доллар, упало ли евро. Итак, доллар у нас 64 рубля 25 копеек, а значит, что он упал. Что же касается евро, 70 рублей 84 копейки тоже потерял позиции, ровно наоборот по сравнению с тенденцией вчерашнего дня. А я хочу тебя спросить, знаешь, что... А ты ездил на комедии, кстати, вот ты уже испытывал на себе? Я еще не испытывал, и знаешь, я надеюсь, что я не испытаю по одной своей причине. Просто однажды мы снимали яхт-гонку, вот, мы для съемки сюда туда отправились. И так, сказать, некомфортно я себя еще никогда не чувствовал, и я понял, что у меня морская болезнь. Я панически очень боюсь всех этих моментов. А вот как у тебя с этим дела? Я тоже снимала яхт-гонку, знаешь, неудивительно, да? Но, тем не менее, что я хочу сказать, я получила колоссальное удовольствие от процесса, от рабочего, от того, как слаженно работает обычно и команда, да, вот как моряки, капитан, там, раздают грозным голосом команду, знаешь, и столько сразу эмоций, какого-то воодушевления, и как у натуры романтической, все-таки сразу в любом случае возникает какая-нибудь ассоциация с романтической, ассоль, которая стоит на берегу, и я потом такая, раз, и взошла на корабль. Знаешь? Ну, иногда просто, знаешь, можно поиграть, даже пусть мысленно, пусть фантазией, но даже в рабочее время и в такой обстановке. Я очень люблю все эти морские прогулки. Я с тобой, конечно, может, когда-нибудь удастся мне разделить твои ощущения, если это все пройдет. Я бы не рисковала от твоего здоровья. Спасибо большое за заботу, Саша. Но я уверен, что романтическая душа приятные моменты найдет везде. И вот у нас как раз-таки Александр Кононов сейчас путешествует по Симферополю, и наверняка он тоже нашел что-то интересное, может, даже романтичное, и, конечно же, расскажет нам об этом. Саша, здравствуй. Доброе утро. Доброе утро, коллеги! Я прямо сейчас нахожусь в центре города Симферополя. Только-только начинает вставать утреннее солнышко. А за моей спиной вы можете видеть, как еще до сих пор не спряталась луна. Я вот прямо на нее сейчас пытаюсь указать пальцем. И, как обещают синоптики, погода сегодня будет теплая. Но пока что, как по мне видно, на улице слегка прохладно. И поэтому я настоятельно рекомендую абсолютно всем, кто очень рано выходит на работу, взять с собой теплую одежду. Я надеюсь, коллеги, вы уже об этом узнали и, естественно, захватили с собой что-нибудь потеплее. Ну, если не захватили, то, надеюсь, у вас в студии есть пледы. Кстати, хотел бы вас спросить, как сейчас связь со мной. Надеюсь, она очень хорошая, потому что буквально совсем недавно многие жители города Симферополя и Крыма жаловались на ограничение передачи данных. Это связано с аномальным потреблением трафика. В ближайшее время все ограничения будут сняты. За прошедшую неделю нагрузка на сеть крымских операторов превысила 20% пикового значения туристического сезона. На минуточку. И в связи с этим мобильные операторы были вынуждены ввести временное ограничение потребления трафика. Это было сделано для того, чтобы обеспечить работоспособность абсолютно всех сетей. В настоящее время проблемы уже решены. И связь налажена. Можно даже попробовать воспользоваться интернетом. Я не знаю, получится у меня или нет. Но сейчас попытаюсь это сделать. Коллеги, вы также можете проверить. Спасибо, Саша, большое. Вот так вот Сашка с утра Кононов оправдывает свой красный нос, говорит, что все потому что холодно, и показывает пальцем на луну, чтобы перевести стрелки, а точнее человеческое внимание. Но тем не менее, вы знаете, что особенно хочется поздравиться тех людей, поздравить, у которых сегодня не просто раннее утро и бодрый подъем, а и день рождения. Вот именно. А в первую очередь мы хотели бы поздравить одну знаменитую личность, это Илья Логутенко. Напомню, как раз-таки певец «Муми-тролль». Наверное, все там кто-то... Ну вот эта песня, которая «Владивосток», да? Уходим, уходим, да? Да-да-да-да. Потом наступят времена почище. Ну просто как любила моя старшая сестра эту группу, как я ее не любила в протест, потому что она слушала ее просто постоянно. А потом со временем я ловлюсь на мысли, что я с таким удовольствием сейчас слушаю песни группы «Муми-тролли». Это прям кайфово, знаешь, сейчас заходит. Абсолютно согласен. Знаешь, мне в последнее время очень нравится песня «Метель» и «Медведица» тоже очень классная песня. Там, знаешь, потом «Я твой дед, спаси мой народ». У него специфические взгляды, но все же спасибо большое этому исполнителю. Он действительно подарил нам очень много положительных эмоций. Ну и в любом случае, спасибо и всем остальным российским исполнителям, ну кроме тех, кто часто ругается в своих песнях, но тем не менее, думаю, и их есть за что поблагодарить. Просто не нам, наверное. Ну а в любом случае, день рождения многих личностей нередко входит в историю. И об одной из таких личностей мы вам расскажем прямо сейчас. Федеральная целевая программа. Федеральная целевая программа. Восстанция университета перебрался в Лондон, где его манера одеваться произвела революцию среди чопорных британцев. Его первый поэтический сборник-стихотворение был опубликован в 1881 году, а в 1891 году увидела свет повесть «Портрет Дориана Грея» — самое известное произведение писателя. За романом последовал ряд брицательных комедийных пьес. В 2007 году британская газета признала Оскара Уайлда самым остроумным человеком в Великобритании. Он обошел самого Шекспира и Черчилля. Ну, а я раскрою небольшой секрет. Дело в том, что Дима очень любит монтировать различные ролики с участием обычно близких и дорогих ему людей, пририсовывать им животные мордашки и выкладывать все это в сеть интернет. Вот скажи мне, но при этом при всем я периодически, когда хожу, вижу МТВ-монитор на компьютере, я вижу там, что ты ищешь каких-то несуществующих зверей, а какие-то не динозавры даже. Вот скажи мне, они реально существуют или все-таки нет? Знаешь, просто когда я в детстве учился в художественной школе, у нас были даже такие задания. Очень часто они были направлены на то, чтобы развивать свою фантазию. И нам говорили, нарисуйте какое-то комбо-вомбо, типа несуществующее животное из существующих. И мне нам нравилось, допустим, рисовать, грубо говоря, туловище жирафа, а вместо него у него голова червя, которая погрузилась под землю, превратилась в крота и такое. Ну вот так вот объясняется то, что мы иногда говорим об инопланетянах в эфире программы «Утро нового дня». Но тем не менее, вы не пугайтесь, потому что никакие существа с туловищем жирафами и головой червя по городу ходить не будут. Я думаю, что для них есть специально отведенные места в воображении и сознании разных людей. Но тем не менее, стоит все-таки уделить внимание и тем животным, которые существуют на самом деле, которые реальны. И вот с ними уже побывала, познакомилась Татьяна Балыкина. Это необычная остановка под звуки колокольчика. Автобусы отсюда отправляются всегда по одному маршруту – на пастбище. Его обитатели давно привыкли к посетителям и с нетерпением ждут туристов с гостинцами. Кормим мы животных исключительно из боксов. Вот телевизор. Все вы думаете, что вы люди интеллигентные, но поверьте, через несколько минут мнение себе вы резко поменяете. Крики, разлетающиеся во все стороны корм и беготня по автобусу. Границы стерты, даже взрослые ведут себя словно дети. Транспорт окружила целая гурьба экзотических животных. Первый, кто к нам подошел, мальчик по имени Гоникс – это Гуанак. Именно Гуанак приручили инки, друзья мои, одомашнили и вывели лам. Здесь же индийские буйволы, зебу, монгольские яки, африканские страусы, благородные олени, лани – копытные с разных концов континента. Живут на одной территории без разделительных барьеров и клеток. Мало того, едят из одной посуды и даже дружат. А вот мы проезжаем, это семья перуанских лам. Мальчика зовут Изя, девочка – Сарочка. Имена у всех животных человеческие, как и характеры. К примеру, у Гуанака Оникс живет исключительно по собственным правилам. Всегда безупречно себя ведет и от остальных ждет того же. Мальчик-педак не любит запах чужих слюней, но, тем не менее, видишь, из твоих рук кушает с удовольствием. Едят с удовольствием и остальные. Правда, страусы с веточкой Леной об аккуратности особо не заботятся. Любят они производить впечатление. Пастбище – только часть огромной территории. Под крымским небом расположилось самое настоящее ранчо. Весь парк – одна сплошная композиция. Здесь нет ни одной случайной вещи. Ретро-автомобили, бочки свинного завода в Коктебеле, реквизиты, оставшиеся со съемок в кино. Все это помогает создать ощущение, будто вы находитесь в гостях у старого друга. Посреди ранчо – лабиринт из камней. Рядом пасутся лошади, а чуть дальше, под деревом, прилегла отдохнуть местная знаменитость. Эту вьетнамскую веслобрюховую красавицу зовут Белла. Ей всего 9 лет. При этом она уже успела сняться в тех фильмах, но не зазнается и легко идет на контакт с людьми. Подарил дом этим животным Юрий Пудов. Сам летчик полжизни посвятил небу и самолетам, но решил, что пора возвращаться на Землю. Переехал в Крым, разработал проект экофермы и перенес его на местность. Всегда была мечта, честно говоря. Каждый раз говорю, не думал, что могу этим заниматься. И попробовал себя, и так вот реализовал. 9 лет жизни, 9 лет на формирование этой колонии. Каждый год аккуратно по одному виду. В основном животные – это зоопарки, церки. За порядком на пастбище следят круглосуточно, кормят животных досыта. Каждый день любовью и заботой им доказывают – человеку можно доверять. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. А у нас позитивная новость. Как раз таки компания расширилась. И в гости к нам пришел Максим Витальевич, грамотный заместитель министра МЧС. Доброе утро. Ну вот, Максим Витальевич, сейчас еще не начался отопительный сезон. И нередко люди как раз таки греются где-то необходимы с помощью электрических приборов. Да, и не только. Иногда всякие воздушные дуки или колориферы их называют. Они тоже электрические. Я думал, они электрические. Электрические. Ну вот скажите, пожалуйста, все-таки, какие меры нужно предосторожности учитывать, чтобы не спровоцировать пожар? Вы знаете, да, вот у нас закончился весенне-летний пожароопасный период. Но мы сразу же, сразу же переходим в осенне-зимний период, когда, вы правильно говорите, когда уже температура начинает понижаться. И, к сожалению, к сожалению, как показывает статистика, именно в зимние и осенние месяца, это ноябрь, декабрь, январь, февраль и март, как показывает анализ прошедших последних пяти лет, самые большие риски возникновения пожаров в жилом секторе, а также, к сожалению, и такой фактор, как гибель людей, именно увеличиваются в эти пять месяцев. Зачастую в жилом секторе люди используют самодельные нагревательные приборы, вы знаете, не очень так безответственно подходят к отоплению, то есть не производится ремонт дымоходов, венканалов. Ведь, как получается, по прибытию на пожар, пожарные подразделения, если зафиксирована гибель человека, мы всегда видим, что бывает, что и пожар достигает, ну, малых размеров, там бывают и два квадрата, и три квадрата. Да, основной фактор, который влечет за собой гибель человека, это угарный газ. То есть это люди угорают, и мы пытаемся, работой органов государственного пожарного надзора, привлекаем добровольцев, сотрудников пожарной охраны Республики Крым, охватить именно наше население, нашего полуострова, и донести до них вот элементарные правила поведения в быту при отопительном сезоне. Опять же, хочу сказать, вы правильно сказали, использование самодельных нагревательных приборов влечет в возникновение рисков пожаров. Ну, это... В несколько раз, мне кажется, да? В несколько раз, да, превышает. Я хочу вам сказать, что именно вот этот вот фактор, как показывают, опять же, возвращаясь, как показывает анализ прошедших пяти лет, именно этот фактор один из основных, который создает угрозу жизни людям. А вот, допустим, другие. Какие вот топ фатальных ошибок до отопительного сезона, когда люди пытаются обогреться? Я вам честно хочу сказать, к сожалению, опять же, возвращаемся к статистике. Вот на данный момент у нас зафиксирована гибель 63-х человек на пожаре. Это за какой период? Это за период с 1 января до сегодняшний день. Этот год, да? И, к сожалению, как показывает статистика, 57 человек из этого списка. 57 человек – это гибель людей в жилом секторе. И процент гибели от факторов электроприборов практически из этих 57 составляет где-то 50%. Вот именно за... Вот вы знаете, как зачастую бывает, наши проводки в жилых домах, они уже не рассчитаны на ту нагрузку, которая подается во время увеличения, когда включают отопление, включают бойлеры, включают электрочайники, включают после этого калориферы. Если калорифер заводского изготовления, масляный, водяной, то это, конечно же, один из самых безопасных электронагревательных приборов. Но зачастую, как вы и говорите, используются, как их называют в простонародье, ветродуйки – это пружина накаливания. Чтобы согреть воздух, да. Согреть воздух побыстрее. И, как человеку кажется, что, создавая себе уют, мы зачастую забываем об элементарной безопасности в воду. Из этих вот обогревателей, которые самые безопасные, а какие самые опасные на ваше смотрение? Ну, конечно же, самые безопасные – это масляные обогреватели заводского изготовления. Опять же, я возвращаюсь к чему? Именно заводского изготовления. Завод-изготовитель несет ответственность. Вы, покупая электронагревательный прибор, обязательно смотрите паспорт, где указывается, как эксплуатировать прибор, на каком расстоянии от вещей его устанавливать. Он должен быть находиться, да. А опасные электронагревательные приборы – это, конечно же, те электронагревательные приборы, которые могут причинить угрозу возникновения пожара. Это пружина накаливания электрическая, открытая, открытая, не закрытая. То есть любое попадение… Может весь с полки просто упасть? Вы правы. Любое попадение горючего материала на открытую поверхность пружины накаливания может произвести к возгоранию. Зачастую фактор возникновения концентрации угарного газа критического – это секундное явление. Поэтому очень внимательно нужно именно относиться к этим приборам. А вообще, если честно сказать, они запрещены использоваться в быту. Особенно самодельные нагревательные приборы. У нас, я не побываю сказать, у нас очень много кулибинных таких вот народных умельцев, которые вот, как им кажется… Просто включая каждый раз такой прибор, нужно помнить о том, что это прямой риск и угроза жизни человеку. И одно дело рисковать своей жизнью, а другое дело рисковать, когда ты живешь в многоэтажном доме, жизнью своих соседей и других людей. Ну, знаете, мне кажется, когда живешь в многоэтажном доме, все равно меньше риск в том плане, что если ты, допустим, сам в доме живешь, тебя уже никто не предупредит об действительности за шмом. Так угрозишь просто, понимаешь, дело даже не в огне открытом, мне кажется, в первую очередь, а именно… Самое основное, один из основных факторов гибели людей на пожаре – это все-таки фактор угарного газа. Вы правы. Поэтому буквально вот секундно-минутное дело, просто неосторожность, и можно, к сожалению, дойти вот до такого критического. Будем надеяться, что мы предупредили наших горожан, жителей полуострова. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. Спасибо вам. Сейчас предлагаем сфоткаться. Дело в том, что у нас есть праздничная инсталляция, посвященная переходу на цифровое вещание. Мы сейчас вас в нее проведем, так сказать, введем вас в телевизор непосредственно, и в этом смысле этого слова. И попрощаемся с молодым телевизором. Мы с вами, прошу вас, сюда. Спасибо. Так, смотрим. И говорим слово «безопасность». Все. Чем занять руки в свободное время? Вариантов множество. Главное – начать, уверяет Дмитрий Рубцов. По профессии он краснодеревщик. 18 лет посвящает любимой работе каждую свободную минуту. Работа для меня – это вся моя жизнь. Я пытаюсь в своих работах раскрыть красоту, древесины для людей, показать, казалось бы, вроде бы невзрачных вещах, торжество природы. Кости, камни, рога животных. Мастер работает со многими материалами, но больше всего любит дерево. Оно живое, в нем есть душа, уверяет Дмитрий. Последняя моя незаконченная работа – это скиф на Перу. Вот он выглядит примерно так. Он требует доводки, шлифовки, но общие черты уже видны, вырисовываются. Другим способом самовыражения могут стать свечи собственного изготовления. Эти изделия давно перешли статус осветительных приспособлений в элементы декора интерьера. У нас в магазине пользуются большой популярностью. Их покупают так, как на дни рождения. Вот сейчас покупают и заказывают в подарок учителям. Есть такие. А перед Новым годом вообще будет бум. Приобрести можно, но совсем другое дело – сделать своими руками. Марина Пташник хорошо знает, что кропотливый труд может приносить настоящее удовольствие. Это моя первая свеча, которую я сделала 5 лет назад с пчелиного воска. Экологически чистая натуральная свеча. Прям первая такая красивая. А долго ты ее делала? Эта форма заливается в форму и застывает она буквально за 12 часов. Потом достается и чуть-чуть украшается. Ты ее хранишь, да? Храню, конечно. Это самая ценная свеча для меня. Гелевые, парафиновые, восковые, с травами или кофейными зернами. Разнообразие свечей ограничивается только фантазией автора. Сегодня изготовить их в домашних условиях не составляет никакого труда. Так, для свечи, которая будет гореть 1 час, необходимо подготовить ващину, отрезать шпагат, подготовить фитиль. Сейчас мы потихонечку скручиваем. Для того, чтобы свеча была ароматной, мы добавим несколько капель масла апельсина. Затем берем кисточку и равномерно распределяем по ващине. Ну все, свеча готова. Давайте попробуем поджечь. Лепить, вырезать, оформлять и доводить до совершенства. Сделанное собственными руками высоко ценится, ведь так приятно получить в подарок не просто купленное в магазине, а авторское изделие. Ирина Берилюк, Владислав Кравцов, Артем Баранов. Утро нового дня. Ну вот мы привыкли, что президенты, чиновники, это всегда такие серьезные люди, на которых смотришь и представляешь их в строгом костюме, будь то женщины или мужчины, они все такие суровые. А ты представь, если президентом одной европейской страны станет модель для мужских журналов. Вот представь, какие порядки она наведет, как думаешь? Ну я вот лично вспоминаю, когда я впервые услышал, что такое президент, мне сказали, это главный в стране. И вот я представляю ребенка, которому говорят, ну понимаешь, президент это тот, кто главный в стране, но у нас это тетя, которая снимается в журналах для взрослых. Ну дело в том, что одна модель сказала, что она больше не может смотреть на то, это цитата все, чтобы вы понимали, происходит с моей страной, политика это моя вторая любовь. Первая, видимо, нижнее белье. Может, может. А политика вторая. Ну дело в том, что это дама, 31-летняя гражданка Хорватии с огромными, такими, скажем, президентскими амбициями. Ну главное, чтобы избирателям нравилось. Они же будут как бы отдавать свои голоса за того или иного кандидата. Ну да, это дама, в принципе, регулярно участвует в различных реалити-шоу, любит откровенное декольте, как вы сейчас видите, фрукты и янтарного цвета жидкость в бокале. Поэтому интересно, что по этому поводу думают прежде всего хорваты. Ну ракурс выбирает оператора. Ну мужчины любят смотреть, так сказать, видеть картинку полностью. Ну в любом случае будем радоваться тому, что у нас с президентом все стабильно, спокойно. И мы знаем, что он себе таких вольностей не позволит и гордо представит нашу страну на любом форуме или где бы там ни было. Ну я, кстати, заметил у этой авы какие-то мужские черты лица, и меня это немного смутило. Ты хочешь сказать, что она изначально побывала в Таиланде где-нибудь? Я не знаю, но будем желать успеха этому человеку, чтобы он действительно понял свое жизненное предназначение и чем он сможет помочь кандидатам. Может, это действительно какой-то супер там талантливый политик, который сделает так, чтобы налогов не будет, все будет отлично, зарплата везде повысится. А тем временем все-таки мы не будем остыть Сашу Коннова ждать, потому что он в это время мерзнет в центре города. Саша, еще раз доброе утро. Да, коллеги, прямо сейчас я продолжаю прогуливаться по городу Симферополю и нахожусь в детском парке. Как вы видите, он находится до сих пор на реставрации. За моей спиной свеже уложенная тротуарная плитка, где вот такие торчат осветительные приборы. Сейчас я вам покажу немножечко поближе. В темное время суток они будут освещать детский парк. Но, в общем, я хотел поделиться не этой, а другой новостью. В детском парке установили льготный день для детей из многодетных семей. Они смогут бесплатно посетить аттракционы, аквариум и зооуголок. Об этом сообщил директор детского парка. Для бесплатного посещения аттракциона выделен день, начиная с ноября месяца. Для того, чтобы этот билет получить льготный, необходимо обратиться в кассу зооуголка. На одно посещение билет дается. При предъявлении документов, удостоверяющих личность и, конечно же, установленную льготную категорию. Время бесплатного посещения будет с 10 до 19.00. И следующий льготный день будет аж 14 ноября. Так что запоминайте эту информацию. И прямо сейчас я нахожусь возле поляны сказок. Ну, поляна сказок — это загадочное место, где не только можно в сказку погрузиться, но и связь потерять. И главное, чтобы не потерять ее самим собой. Ну, а техника — это дело такое. В принципе, всегда можно будет подключиться еще раз. Что мы сделаем позже? Еще раз пообщаемся с Сашей. Заметила, Саша, просто какой-то флэш. То там, то там очень быстро перебегает. Перебегается так пробок еще нет. Симферополит, а пока еще нет пробок. Вот-вот. Тот, кто рано просыпался... Тот успел. А кто решил прозевать, тот... Недавно бороздил по просторам интернета, наткнулся на три классных совета, которые помогут людям, которые хотят изменить свой взгляд на жизнь, вот как-то его все же закончить, завершить эту работу. И первое, что мне очень понравилось, когда вы путешествуете, представьте, допустим, что вы попали в музей, что вы грабитель. Вот. И это позволяет быть не просто осторожным, но и запоминать предметы, которые вокруг вас, и, может, какие-то интересные факторы. Главное в это время не начать их воносить. Да. Как, в принципе, не так давно был у нас подобный случай. Или, допустим, тоже такой вот очень замечательный совет. Вникайте в работу других людей. Я думаю, тебе, Саша, этот совет точно не пригодится, потому что ты уже много раз вникала, трудилась на съемках, и, допустим, когда ты снимаешь какой-то репортаж, согласись, узнавала все больше и больше. Всегда пытаешься обратить внимание на какую-то деталь, которая зацепит не только тебя, но и зрителя. Ну, и в любом случае эти детали всегда есть. Главное их увидеть и захотеть их. И третий маленький небольшой лайфхак, скажем вам, что знания, они имеют как бы накопительную систему, то есть чем вы больше знаете, тем вам будет проще узнавать что-то новое, то есть, сказать, растущий процент, как финансово. Ну, и именно поэтому мы хотимся поделить с вами знаниями, которые мы получили, бороздя интернет, как выразился Дима, и рубрика «Новости из интернета». Прочтите название песни и танцуйте. Английский блогер подходит к людям на улице и таким незамысловатым способом заставляет прохожих двигаться под веселую музыку. Ну, и сам бородач не стоит в стороне и заряжает своим позитивом окружающих. Когда животное хочет гулять, его ничто не остановит. Даже специальная переноска. Кошка прыгает по двору так высоко, словно вместо травы под ее ногами батут. Хозяевам остается только удивленно снимать это на видео. Во время военного парада в Мадриде парашютист должен был красиво приземлиться с национальным флагом, но застрял на фонарном столбе. Этот конфуз произошел прямо на глазах у испанской королевской семьи. Никаких физических травм мужчина не получил, разве что моральную. Военная техника может осилить любое дорожное покрытие. И тест-драйвы лишь в очередной раз это подтверждают. Зачем объезжать кочки, зыбучьи пески и грязные лужи? Этим машинам они не страшны. Вот только отмывать авто после таких приключений придется долго. В городе Падека камера слежения сняла очередного вора-неудачника. Вооруженный грабитель в маске сошел в отель и потребовал от работницы отдать ему все деньги. Он так увлекся сбором наличности, что забыл про оружие. Чем воспользовалась сотрудница отеля, которая, пользуясь моментом, завладела оставленным без присмотра пистолетом? У вас активный питомец? Его не оставляет ни один барьер? Воспользуйтесь старым и проверенным средством. Пылесосом. Оказывается, его боятся не только кошки, но и некоторые собаки. Если вы точно хотите, чтобы у вас было как можно меньше проблем с аллергией, вам точно нужно дружить с Людмилой Соколовой. Она как раз таки иммунолог и доцент кафедры внутренней медицины Академии имени Георгиевского. Ну да, Людмила Викторовна, скажите, пожалуйста, у нас уже в принципе как ситуация с растениями? Насколько я знаю, уже и амброзия так явно не сведет, уже жалоб, наверное, меньше, правда? Жалоб меньше. По количеству приема можно судить, что да, уже в принципе практически все отсвело, и мы приходим в зимний период, и там уже, как иммунолог, больше, наверное, вот такие вирусные инфекции. Хотя аллергия есть и круглогодичная, а не только сезонная. Какие, например? Ну, например, аллергия к домашней пыли. Пыль это с нами по жизни, от сезона она не зависит. Вот интересный факт, у меня просто друзья многие, которые у них есть аллергии, они, ну, покупают медикаменты и жалуются. Говорят, вот, допустим, вначале они помогают, потом уже какое-то время ты привыкаешь, а потом, как бы, чтобы дальше помогало, нужно прям очень серьезно много покупать. Правда ли это, и почему это происходит, как с этим бороться? Ну, на самом деле правда, и почему не помогают медикаменты, на самом деле причин тут много, понимаете. С одной стороны, да, совершенно верно, к препаратам противоаллергически со временем происходит привыкание. Поэтому, если есть надобности менять их более чем, там, месяц-два, то их периодически нужно менять. В сезон светения, когда пыление, скажем, не только амброзин, но и других пельцевых аллергенов, эффективность от них, в принципе, снижается. Вот, ну, и спустя какое-то время они все начинают давать побочные эффекты. Ну, а вторая сторона, почему не работают медикаменты, к сожалению, очень много подделок, ну, и так далее, и так далее. Ну, и вопрос как к иммунологу. Сейчас как раз такое время, когда уже первая волна детей, которые пошли в школу и переболели, она сошла на нет, а вот вторая как раз-таки появляется, потому что перепад температуры. В это время еще ребенок идет в школу в куртке, а потом видит, когда что, мама отвлеклась, выбегает на школьное перемение в одной рубашке. Как все-таки перестраховаться, какие-то, может быть, витамины? Вот действительно, стоит ли больше есть, допустим, апельсинов или купить витамин С, эффективный ли он в аптеке? Да, ну, смотрите, по поводу витаминов, к сожалению, нет витаминов, у которых бы подтверждался иммуномодулирующий или иммуностимулирующий эффект. То есть, в принципе, ну, витамины можно принимать, но какое-то действие, скажем, противовирусного у них нет. Поэтому тут, наверное, самое, скажем так, доказанное действие – это прививки против гриппа. Это, ну, общее мероприятие, закаливание тут. Ну, и, скажем так, если есть проблемы с этим, если ребенок часто болеет, то, наверное, лучше обратиться к иммунологу, потому что причин для этого может быть много. И если обратиться, потом нужно сдавать какие-то анализы, я так понимаю, да? Ну, да, есть факторы, скажем, которые, скажем, факторы иммунитета, которых не хватает. Поэтому их нужно выявлять с помощью лабораторного обследования. И там уже как бы либо есть фактор в небольшом количестве, может быть, его и смысл стимулировать. Если его отсутствует, его нет, то его нужно замещать. Хотя, в принципе, у детей иммуностимуляторы – это, скажем, должно быть использование очень корректно. Потому что у детей, особенно до 5 лет, иммунная система активно развивается, и стимулирование иммунной системы в этом возрасте может привести к каким-то пролиферативным заболеваниям. По факту иммунная система, допустим, предположим, это как личность, которая стоит на страже, так сказать, здоровья человека. И наверняка есть вещи, которые, вот вы говорите, пробуждают ее, делают ее сильнее. А есть вещи, которые удремляют, делают ее более хрупкой, слабой. Вот расскажите, что делать не нужно ни в коем случае для того, чтобы не быть слабее и быть сильнее против вирусов? Ну, смотрите, есть факторы, на которые, к сожалению, если он врожденный отсутствует, мы на это воздействовать никак не можем. А ослабляет иммунную систему, ну, на самом деле, у нас очень много факторов. Это те же факторы, которые приводят к развитию, скажем, аллергических заболеваний. Это наша окружающая среда, с одной стороны, да. Это то, что мы едим, то, что мы носим, то, что мы кушаем. Это бурное развитие промышленности, которое приводит к выбросу каких-то вредных веществ. Но, с другой стороны, это наш организм, да. То есть, скажем так, любое заболевание, любое, как правило, да, оно проявляется на фоне не только внешних факторов скидки, но и наследственной кидорасположенности. И этот фактор риска мы, к сожалению, не можем. Ну, тем не менее, я знаю, что вот очень часто, если ты аллергик, люди бывают, допустим, на ту же амброзию, да, они делают заранее какие-то прививки, они эффективны вообще, есть смысл или за месяц, или за три яния, я вот не помню просто. Есть смысл. То есть, аллергия, это такое, скажем, ну, если в двух словах, это повышенная чувствительность организма или неадекватная иммунная реакция на какие-то факторы, да, эти факторы мы называем аллергены. Количество их огромное, то есть, в принципе, их можно разделить на внешние и внутренние, да. Внутренние – это те, которые в нашем организме образуются, и которые по какой-то неведомой причине собственная иммунная система начинает распознавать как чужие. Всё остальное относится к внешним. И это инфекционные аллергены, это большая группа неинфекционных аллергенов, к которым в том числе относятся домашняя пыль, пищевые продукты, да, то есть пищевая аллергия, пыльца, лекарственные препараты и так далее. Поэтому, ну, чтобы выявить аллергию, нужно, я всё-таки считаю, что лучше обратиться к специалисту, потому что не все жалобы, похожие на аллергию, являются аллергией. После того, как выявляют аллергию, тогда уже есть способы лечения. Собственно говоря, их несколько, да, и они, ну, не поменялись за последние 100 лет. То есть первый способ – это ограничение контакта с аллергеном теми способами, которые приемлемы. Да, если у человека аллергия на кошка, ну, отдайте её соседу или хотя бы уберите её с подушки. Если у человека аллергия на пыльцу, значит, ну, пожалуйста, переезжайте в другой регион. То есть все способы, которые приемлемы для человека, хороши. Второй способ – это элиминация аллергенов. То есть это, если это пищевая аллергия, скажем, или лекарственная, применение энтеросорбентов. Ну, тоже доступный способ. То есть заранее всё можно предусмотреть. Вот, а, ну, сейчас я буквально два слова. Третий способ – это применение препаратов. И вот четвёртый способ – то, что вы говорили, вакцинация. Идея этой терапии называется, она специфическая, в том, что мы с низких доз и концентрации начинаем вводить человеку выявленный аллерген. И иммунная система перестаёт реагировать на него. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях была Людмила Соколова, аллерголог, иммунолог, доцент кафедры внутренней медицины Медицинской академии имени Георгиевского. Ну, а мы тем временем приготовили материал от тех животных, которые могут вызвать как раз-таки аллергию. Сейчас. Но перед этим мы вначале, наверное, попрощаемся с аналоговым телевидением. С помощью цифры. Да. Снимок. У вас новый телевизор? Нет, ещё старый. Нужно купить приставку всё-таки, да? Да, да. Ну, тогда мы скажем слово-цифра. Монечка, али? Умница. Моня, али? Моня, не бойся. Молодец. Моня – артист с четырёхлетним стажем. Хотя опыт публичных выступлений накоплен, работать на камеру пушистая звезда не привыкла. Правда, через несколько минут всё же берёт себя в лапы и снова перевоплощается в храброго артиста. Работает за еду. В прямом смысле слова. Поощряют не кнутом, а пряником. Печенье обычное. Сахарное. Ароматные галеты – материал расходный. За время дрессировки уходит шесть пачек такого лакомства. Кстати, здесь слово «дрессура» – только термин. На деле это весёлая игра, а потому коллегам по цеху не терпится оказаться на манеже. Каждый хочет выйти, каждый хочет сделать. Каждый говорит, я это умею, я это тоже могу. Также в работе. Большой период в работе. Их невозможно католировать, потому что они эмоции, они радостные, они хотят. Ирина Евхименко – опытный воспитатель. Занимается собаками шестилетнего возраста. Начала путь в профессию под руководством родителей. Они тоже цирковые дрессировщики. Позднее обзавелась собственной хвостатой труппой. Сейчас у неё 28 четверолапых подопечных. Каждый отличается особыми талантами. Кто-то высоко прыгает, а кто-то отлично держит равновесие. И у каждого своё отношение к работе. Пока ты его не подойдёшь, не поцелуешь, он ничего не сделает. Кого-то нельзя категорически разыгрывать, потому что иначе это начинается у товарища у нас. Если на него разыграть, у нас будет просто ношение по всему манежу. В этом мы убеждаемся практически сразу. Собаки любят похулиганить, но в целом, отмечает Ирина, все её ученики покладистые и способные. Старательно крутят барабан, прыгают на скакалке. На то, чтобы освоить упражнения, порою уходят месяцы. Но дрессировщикам терпения не занимать. Знакомьтесь, это Брикс, ему 13 лет, и он уже готовится на пенсию. А на смену ему придёт Петрович, судьба которого могла сложиться совершенно иначе, потому что в 4 месяца от него отказались хозяева. И таким образом он тоже оказался на арене цирка. Ну а рядом находится артист, который не просто так получил это имя, потому что он является настоящей кинозвездой. Его можно увидеть как в сериалах, так и в рекламе. Здесь всех секретов дрессировки не раскрывают, но говорят, главное – приручить животных. А самый эффективный способ – любовь и ласка. С Алия Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. А тем временем на часах уже ровно 8.00. Это программа «Утро нового дня». В студии сидят Дмитрий Попов. И Александр Карнович. Мы волны бодрости и энергии. Уже один час с вами пробыли. А кто присоединился только что, спасибо большое, что вы выбрали нашу компанию. И для нас большая честь быть вместе с вами. А ещё у вас есть возможность выбрать сразу два телеканала. Первый – «Крымский Крым-24», потому что мы в прямом эфире вещаем на и том, и другом телеканале. Абсолютно точно. Заметьте, очень здорово, что у нас сейчас за спиной видно, какое уже солнышко пробуждается, рассвет. И работать, конечно же, в такой атмосфере ещё приятнее, ещё радостнее. Дело в том, что мы только с Димой обсуждали, что когда ты можешь непосредственно наблюдать, как светает, как как раз-таки поднимается солнышко, то и настроение автоматически тоже поднимается, потому что ты понимаешь, что ну вот, уже самое время проснуться, даже ещё, если сильно не хочется, и очень хочется так насладиться тёплой, уютной, мягкой постелью, то ведь стоит подумать и о том, чтобы не опоздать на работу и не застрять в пробке. Поэтому, если есть возможность, нужно выходить на работу пораньше. Пару слов об уюте. Спасибо большое, Фавилла. Так что очень здорово, что у нас есть такая комфортная мебель. Кроме того, мы надеемся, что и если вам ещё не подарили улыбку первые солнечные лучи, то, может, подарят и наш анонс. Так что ласково просим. Лепить, вырезать, оформлять и доводить до совершенства. Сегодня, как и много лет назад, ручная работа ценится высоко, а изготовить в домашних условиях можно всё, что угодно. Одни высоко прыгают, другие в мастерске держат баланс, а третий готовы тренироваться с утра до вечера. Собаки, любимцы публики и настоящие звёзды сцены Синферопольского цирка. Портрет Дориана Грея, кентервильское привидение, и вера, и ленигилисты. 165 лет назад родился английский писатель Оскар Уайльд, один из самых известных драматургов позднего викторианского периода. Индийские буйволы, монгольские яки, зебу и ламы. Копытные с разных концов континента живут на одной территории без разделительных барьеров и клеток. Семьи крымчан могут получить при рождении детей единовременную выплату для улучшения жилищных условий за счёт средств республиканского бюджета. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». «Утро нового дня» отличный повод зазнать не только лёгкую повестку, но и информационную, чтобы пришли вы на работу и сказали, а знаете что? Например, Крымская железная дорога приобрела новые локомотивы дальнего следования. Они должны первыми отправиться из республики на материковую часть России после открытия железнодорожной части Крымского моста. Технические характеристики и оснащение проверили профильные специалисты, а все преимущества оценили наши корреспонденты. Для Владимира Скритского железная дорога – смысл жизни. В Симферопольском локомотивном депо он ветеран. 25 лет управлял поездом и уже 9 передаёт свои навыки молодым железнодорожникам. За свою трудовую деятельность повидал не один подвижной состав. ВО-8, ВО-11, ЧС-2, ЧС-2Т, ЧС-7. Ну, в принципе, всё. Ну, локомотивы ТЭП-70, поездные, которые мы водили, тоже поезда. Теперь появится возможность расширить список. В сентябре депо получило новые электровозы. Вскоре они будут курсировать не только по Крыму, но и в другие регионы страны. Мы находимся в самом сердце электровоза ВЛ-10. Именно три таких появились недавно в Симферопольском локомотивном депо. Их начали собирать ещё в далёком 1967 году в Тбилиси. Уникальность заключается в том, что этот электровоз двухсекционный, поэтому имеет кабины машиниста сразу с двух сторон. Новый подвижной состав уже прошёл техническую экспертизу. Ремонтники проверили всё до мельчайшего винтика и не нашли ни единого недостатка. Локомотивы прошли капитальные виды ремонта на материковые части Российской Федерации, на заводах. Вопросов по технической части к ним никаких нет. На данный момент они готовы к работе. До открытия железнодорожной части Крымского моста остаётся меньше двух месяцев. В связи с этим соседнее государство проявило активность. На Украине заговорили о возвращении поездов на полуостров. Но крымчане справляются без их помощи. Трёх локомотивов пока для обучения бригад, для ознакомления. На данных локомотивах депо работало в 2016 году. Поэтому с приходом этих локомотивов бригадам провели занятия, вспомнили. И к работе мы готовы. В Джанкуе, железнодорожной столицы Крыма, тоже дождались новых тепловозов. Их оценил Алексей Шачин. Машинист с 30-летним стажем чувствует себя в новом подвижном составе настоящим пилотом. Ещё бы, панель управления здесь напоминает кабину самолёта. На данный момент вот здесь вот вынесен монитор компьютера. И машинист, и помощник машиниста может контролировать полностью всю работу всех систем локомотива. Сегодня свой опыт он передаёт молодым специалистам. Уже завтра этот тепловоз отправится в Керчь. Будут новые локомотивы следовать и по направлению к Армянску. Старые теплоэлектровозы со счетов не списывают. Их ремонтируют здесь же, в самом большом депо Крыма. Второе дыхание машинам дают за считанные дни. Недавно мы получили в пользование этот стенд для проверки работоспособности кранов машинистов. И что значительно ускорило процесс ремонта. Готов встречать поезда дальнего следования и центральный вокзал Джанкуе. Провели косметический ремонт зданий, позаботились о безопасности пассажиров. Осталось организовать доступную среду для маломобильных граждан. Собираются реализовываться такие мероприятия, как установка подъемника для инвалидов-колясочников. Это установка специального низкого окна для вылетной кассы для обслуживания тех же самых инвалидов-колясочников. Также будут реализованы мероприятия по пожарной безопасности. Появится тактильная облитка и таблички Брайля. Эти обновления ожидают центральный вокзал Джанкуе к концу года, то есть к началу запуска железнодорожного сообщения. Вскоре одну из главных узловых станций полуострова ждет полное возрождение. Александр Федорчак, Евгений Адовжик, Антон Лукьяненко и Дмитрий Лалетин. Новости 24. Хромированные поручни, кнопки вызова с шрифтом Брайля, контроль закрытия двери. Более сотни лифтов нового поколения появились в крымской столице. Установка продолжается и на монтаж подъемников по всему Крыму выделили свыше 800 миллионов рублей. Подробнее в репортаже Виолетты Корничук. Последние годы работающий лифт – редкость в этом многоквартирном доме на улице 1-й конной армии в Симферополе. Вера Конырева привыкла ходить по лестницам. Рассказывает, какой дискомфорт доставлял старый подъемник. Поломался, кого-то там защемило, еле выпустили, кто-то там застрял. А кнопку на эту нажимают, а никто, как говорится, не выручает уже сами там. Она кричит, кричит, а что-то кнопка плохо, видать, работала. Стены кабины старого механизма сделаны из дерева, а точнее ДВП. Свой срок давно отслужили. Дом попал в программу по замене лифтов. Новое оборудование сюда уже привезли. По словам специалистов, демонтаж старого оборудования – самая сложная часть в установке. Все тяжелое, грязное. Шахтам по 40 лет туда заходишь, и собачья шерсть, волосы, пучками – это больше всего. Но тяжелее всего, как бы, вот эта пыль дышать. В этом подъезде новым лифтом смогут пользоваться совсем скоро. Старый подъемник уже полностью демонтировали. Устанавливают новый. Лифт из металла. Он безопасный, энергоэффективный, удобный в эксплуатации. На весь процесс у подрядчика уйдет 60 дней. Галина Гитина, хоть и живет на девятом этаже, готова подождать. Мы долго ходили, просили. Он у нас все время ломался. Мы очень довольны, что нам делают. Ждем, не дождемся. Новые лифты соответствуют всем современным нормам и требованиям. Внутри кабины установлены зеркала, хромированные поручни. Значит, на остановках идет звуковое обозначение установки. Кнопки антивандальные. И приспособлены для незрячих. Шрифт Брайля. Всего с 2016 года в республике заменили более 300 подъемников. В многоквартирных домах столицы к концу года появится 274 новых лифта. На эти цели по всему Крыму выделили больше 800 миллионов рублей. Виолетта Корничук, Руслан Князев, Новости 24. Ну и немного о спортивных площадках, потому что когда еще заниматься спортом, если не с утра? Дело в том, что 100 площадок спортивных появится по Крыму в следующем году. А вообще за 5 лет планируют сделать так, чтобы в каждом селе, в Крымском, была конкретно спортивная площадка. Но начнут, конечно, с самых крупных сел, а потом уже и к мелким. Тем не менее, мне кажется, очень крутая тенденция для молодежи, чтобы... Во-первых, спортом заниматься хочется, мне кажется, многим. Но многие не знают, с чего начать. Когда ты будешь понимать, что перед твоими глазами в 5, 10, 15 метрах от тебя есть спортивная площадка, мне кажется, не заставить себя... Будет просто манить тенку, да? Будет стыдно не пойти и не позаниматься, потому что в любом случае, зная, как Димка Попов тратит свое время с утра, что он не только бутерброды с утра наминает, но и отжимается, мне кажется, многие молодые люди будут гордиться потом теми результатами, которые ему даст добиться. Знаешь, смотрел недавно такое небольшое интервью спортсмена Виктор Бута, он занимается гиревым спортом. Очень смешные советы про бег он давал, и мне это казалось очень странно. Знаешь, обычно говорят, там, бежите, коленку тяните, там, допустим, хорошо, зарядитесь углеводами. Он говорит, сейчас самый смешной совет, бежите в людном месте, говорит, чтобы вас видели и чтобы вам было стыдно, либо быстро остановиться, и чтобы вы быстро не разбегались, для того, чтобы ни в кого не врезаться. Но когда бегаешь, очень важно, чтобы в это время была хорошая погода, а в том, какая будет погода на полуострове сегодня, вы можете узнать прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok К нам в редакцию попало потрясающее видео, как раз таки, с военных учений Южного федерального округа. Предлагаем вам его посмотреть. Готов отметить, что там, в этих учениях приняли участие 8000 специалистов, учения с боевыми и электронными пусками ракет. Они проходили на 30 регионах, особое внимание уделяли артиллерийским дуэлям, и, кроме того, выполняли огневые задачи при поддержке мотострелковых и танковых подразделений. Мы видим, что очень много военной техники задействованы. Такие учения всегда проходят очень масштабно. В это время там ряд специалистов из самых разных сфер деятельности у военных, которые как раз таки могут нам показать настоящий класс, и ради чего нам стоит гордиться своими вооруженными силами нашей страны. Да, хотел бы отметить отличную не только военную работу, которую там можно видеть как специалисты. И зрелищные кадры, на самом деле дух иногда захватывает, потому что, ну, насколько слаженная работа у этих ребят. И мне недавно тоже было на учениях, и видела, как идеально отрабатывается каждый шаг. Вот эта вот команда, команда «Ложись», как быстро эти парни падают на землю. Мне кажется, ну, даже бутерброд с маслом. Да, в любом случае восхищает слаженная работа тех военных, которые делают это настолько четко, единовременно и конкретно и круто. Ну, самое главное, что у нас в Крыму есть, что защищать, есть чем гордиться. Это, конечно же, чем мы славимся, это сельским хозяйством в первую очередь. И вот готов отметить, что у нас отмечает сегодня День хлеба. Но перед этим мы как раз-таки готовы уже пообщаться с Александром. Он, может, тоже у него есть какая-нибудь хлебная новость. Доброе утро, Саша, еще раз. Да, коллеги, я продолжаю свое путешествие. Прямо сейчас я нахожусь, опять же-таки, в центре города Симферополя. И хочу с вами поделиться одной курьезной новостью. В одном из торговых центров города Симферополя задержали мужчину, который украл цветные карандаши на сумму 15, задумайтесь только, 15 тысяч рублей. Мужчина спрятал карандаши в портфель, 32 упаковки, и пытался пройти мимо касс. Поэтому, друзья, в следующий раз, если вы вдруг хотите что-то приобрести, не забудьте оплатить это на кассе, потому что злоумышленника задержала служба безопасности и вызвала полицию. Задержанным оказался житель города Симферополя. Ему было 38 лет. Пока что еще не установили, почему он это сделал, для чего ему понадобились карандаши и 32 упаковки на сумму 15 тысяч рублей. Но, возможно, в планах у него было похитить еще контурные карты или разукрашки. Я думаю, что таким образом он попытался бороться с осенней хандрой, как-то разукрасить свою жизнь, и так, чтобы она приняла какие-нибудь яркие краски. Помимо этого, хочу вам сообщить, что со вторника, с 15 октября, в Симферополе стартовал отопительный сезон. Пока что отопительный сезон стартовал в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения и социально-культурных зданиях. Согласно постановлению, тепловырабатывающие предприятия обеспечивают тепло с 15 октября, чуть позже подключат и жилые дома. По данным на 12 октября в Симферополе готовы уже к отопительному сезону все детские сады, все школы, ну и другие учреждения. На этом, коллеги, у меня все. Передаю вам слово. Спасибо, Саш. Действительно, мы позже еще обсудим тему отопительного сезона. Дело в том, что нам тоже есть, что рассказать по этому поводу. Но сейчас продолжим другую тему, немного более хлебную. Вот Дима заговорил про хлеб, а ведь сегодня день этого хлебобулочного изделия. И вот на самом деле интересно, ты представляешь, просто вдумайся, сколько человек, точнее, сколько хлеба съедают люди в год? В год это, наверное, потрясающая цифра. Допустим, я знаю, что в день это 10 миллионов буханок хлеба. В год это получается 3600 миллионов. Это 10 миллионов? Да, 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 подожди. Дело в том, что человечество просто нереально много потребляет этого продукта. При том, что во всех странах, это не только в России, так любят начинать свой завтрак именно с этого продукта, но и в ряде страны. При том, что он бывает и зерновой, и какой-то натуральный, и какой он только не бывает. И даже морковный хлеб есть, вы понимаете? Я, кстати, недавно ел, очень обалденно, очень здорово, мне понравился. Ну и в любом случае очень... Слушай, знаешь, что я тебе скажу? Я прочитал недавно интересный факт, какая была самая длинная буханка хлеба. В общем, она была длиной. Мне кажется, это была не просто буханка, это была такая змейка хлеба 9 километров. Километров? Километров. Прикинь. Я не знаю, зачем изготавливать изделия такой-такой длины. Ну вот искренне не понимаю, но тем не менее. Я уверена, что даже этот факт вошел в историю. Но и о других фактах, которые тоже вошли в историю, мы расскажем вам из нашей следующей рубрики. В этот день, 16 октября 1854 года, в городе Дублин родился английский писатель Оскар Уайлд, один из самых известных драматургов позднего викторианского периода. Родители поэта были неординарными личностями, что оказало значительное влияние на формирование Уайлда. Он получил прекрасное образование. В 1878 году с отличием окончил Оксфорд. Там выработал английский акцент, приобрел репутацию талантливого и остроумного человека. После окончания университета перебрался в Лондон, где его манера одеваться произвела революцию среди чопорных британцев. Его первый поэтический сборник стихотворения был опубликован в 1881 году, а в 1891 году увидела свет повесть «Портрет Дориана Грея» самое известное произведение писателя. За романом последовал ряд блесательных комедийных пьес. В 2007 году британская газета признала Оскара Уайлда самым остроумным человеком в Великобритании. Он обошел самого Шекспира и Черчилля. Ну а еще немаловажно, чтобы в это время, знаешь, когда человек завтракал, чтобы он заранее продумывал, где он будет приобретать эти продукты, потому что сейчас очень модно. Экофермы, экопродукты, чтобы ни в коем случае не было нигде ГМО. И даже бывает у маркетологов есть такой специальный ход. Они на упаковках товаров пишут, что вот он, эко-товар, все проверено, все включено. А на самом деле ничего не проверено, ничего не включено, поэтому меньше обращайте внимания на эти надписи на упаковках, потому что иногда это просто недобросовестный жест маркетологов. Но на одной из экоферм уже побывала Татьяна Балыкина и готова рассказать нам, каково там. Это необычная остановка под звуки колокольчика. Автобусы отсюда отправляются всегда по одному маршруту – на пастбище. Его обитатели давно привыкли к посетителям. И с нетерпением ждут туристов с гостинцами. Кормим мы животных исключительно из боксов. Вот телевизор. Все вы думаете, что вы люди интеллигентные, но поверьте, через несколько минут мнение себе вы резко поменяете. Крики, разлетающиеся во все стороны корм и беготня по автобусу. Границы стерты, даже взрослые ведут себя словно дети. Транспорт окружила целая гурьба экзотических животных. Первый, кто к нам подошел, мальчик по имени Оникс – это Гуанак. Именно Гуанак приручили инки, друзья мои. А домашнили и вывели лам. Здесь же индийские буйволы, зебу, монгольские яки, африканские страусы, благородные олени, лани, копытные с разных концов континента. Живут на одной территории без разделительных барьеров и клеток. Мало того, едят из одной посуды и даже дружат. А вот мы проезжаем, это семья перуанских лам. Мальчика зовут Изя, девочку Сарочка. Имена у всех животных человеческие, как и характеры. К примеру, у Гуанака Оникс живет исключительно по собственным правилам. Всегда безупречно себя ведет и от остальных ждет того же. Мальчик-педак не любит запах чужих слюней, но, тем не менее, видишь, из твоих рук кушает с удовольствием. Едят с удовольствием и остальные. Правда, страусы с веточкой Леной об аккуратности особо не заботятся. Любят они производить впечатление. Пастбище только часть огромной территории. Под крымским небом расположилось самое настоящее ранчо. Весь парк – одна сплошная композиция. Здесь нет ни одной случайной вещи. Ретроавтомобили, бочки свинного завода в Коктебеле, реквизиты, оставшиеся со съемок в кино. Все это помогает создать ощущение, будто вы находитесь в гостях у старого друга. Посреди ранчо лабиринт из камней, рядом пасутся лошади, а чуть дальше, под деревом, прилегла отдохнуть местная знаменитость. Эту вьетнамскую веслобрюховую красавицу зовут Белла. Ей всего 9 лет, при этом она уже успела сняться в тех фильмах, но не зазнается и легко идет на контакт с людьми. Подарил дом этим животным Юрий Пудов. Сам летчик полжизни посвятил небу и самолетам, но решил, что пора возвращаться на землю. Переехал в Крым, разработал проект экофермы и перенес его на местность. Всегда была мечта, честно говоря. Каждый раз говорю, не думал, что могу этим заниматься. И попробовал себя, и так вот реализовал. 9 лет жизни, 9 лет на формирование этой колонии. Каждый год аккуратно по одному виду. В основном животные, это зоопарки, церки. За порядком на пастбище следят круглосуточно, кормят животных досыта. Каждый день любовью и заботой им доказывают, человеку можно доверять. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. А наша компания расширилась, и к нам присоединилась Татьяна Миронова-Шкурина, консультант Департамента методологии, контроля и организации предоставления мер социальной поддержки Минтруда. Татьяна Миронова, расскажите, пожалуйста, что такое жилищный сертификат? Ну, прежде всего, доброе утро. Хотела поприветствовать вас, очень солнечных ведущих. И, конечно же, наших телезрителей, которые сегодня в столь ранний час относительно смотрят нас. Жилищный сертификат. Это несколько новое понятие у нас сейчас в Республике Крым. И применяется оно сейчас, реализуется в соответствии с законодательными актами, которые приняты в этом году. И направлены они на то, чтобы улучшить жилищные условия семьям с детьми по случаю рождения ребенка, дата рождения которого после 31 декабря 2018 года. То есть с 1 января 2019 года. Подчеркиваю. Если в семье рожден ребенок с 1 января текущего года, семья соответствует определенным условиям. Первое. Это семья должна быть нуждающейся. То есть среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных уровней на душу населения за третий квартал предшествующего года, году обращения. Очень запутанно. Давайте на примере. Конечно. Итак, немножечко вернусь. 14 августа принят закон 631. Я акцентирую внимание, потому что все пользуются интернетом. Эта информация доступна в СМИ всюду. И вы можете зайти на любой портал, в том числе на сайт министерства, и ознакомиться самостоятельно. Для реализации данного закона 10 октября принято постановление об утверждении порядка. То есть там более подробно расписан весь механизм предоставления. Итак, возвращаясь к вашему вопросу. Допустим, мама зарабатывает 20 тысяч, папа разрабатывает 20 тысяч. И у них родился, они уже не могут претендовать или смогут. Значит, во-первых, хочу акцентировать внимание, что это дополнительная мера соцподдержки. Поддержка предоставляется абсолютно всем семьям, нуждающимся, да, по малоимущим. Независимо от того, какой ребенок по счету родился. А первое, второе, третье не имеет значения. Сам факт рождения ребенка после января 2019 года. Семья, повторяю, да, должна соответствовать этому критерию. Что это значит? В предшествующем году мы берем прожиточный минимум за третий квартал 2018 года. Умножаем его на два, потому что двухкратная величина. И эта величина на сегодня, в 2019 году, составляет 19 808 рублей. Это общий доход семьи? Внимание, нет, среднедушевой. Таким образом, мы берем состав семьи, а в состав семьи входят, согласно же этому постановлению, да, по реализации данной меры. Это родители, супруги конкретно. Здесь важно, потому что берутся супруги, их дети и их родители, совместно проживающие и зарегистрированные совместно. Берутся их доходы каждого члена семьи, суммируются, да, за 12 месяцев предшествующих месяцу обращения. Делится на 12, то есть находится среднемесячный доход. А далее делится на количество членов семьи, которые по законодательству мы обязаны учесть в состав этой семьи. И таким образом мы находим доход среднедушевой, то есть на одного человека семьи. То есть по факту даже ребенок... Один может получать 9 тысяч, другой третий. А ребенок вообще ничего не получает? Конечно, но он берется в учет, правильно. И не только если это не первый ребенок, то все дети берутся в состав семьи. Вот вы плавно подошли к вопросу, что если берутся несовершеннолетние дети, да, но ребенок, достигший 18 лет, тоже будет учитываться в состав семьи при условии, если он обучается по очной форме и на бюджетной основе. Студент. Да, но не более как до 23 лет. Итак, это первое условие, то есть по благосостоянию, да, на факт малоимущих. Второе условие. Ребенок, рожденный, должен быть обязательно гражданином Российской Федерации. И регистрация акта рождения, рождение его должна быть произведена в соответствующих органах, расположенных на территории Республики Крым. Это тоже понятно. Значит, здесь обязательно, когда будут обращаться на свидетельстве о рождении, обязательно проставление гражданства, то есть ставят, да, штамп с обратной стороны, что подтверждает гражданство. Это в обязательном порядке. Это мы проговорили по семье в части доходов. А теперь в части семья, конечно, если это улучшение жилищных условий, она должна быть нуждаемой, нуждаемость в этом вопросе. И здесь норма, которая, собственно, и будет браться в расчет при определении размера сертификата, стоимости сертификата. Это 18 квадратов на одного члена семьи. При этом о составе семьи мы проговорили, кто берется в состав семьи. И, соответственно, будет суммироваться все жилье, которое имеется у этой семьи в пользовании, владении, то есть по договору соцнайма, во владении, как в собственности. Это все суммируется. То есть у папы, у мамы, если есть, они суммируются. Общая площадь находится и делится на количество членов семьи. И если здесь полученный у нас эквивалент, он меньше 18 метров на одного человека, соответственно, право есть. Таким образом, мы проговорили сейчас, какие семьи имеют право. По нуждаемости по доходам и по нуждаемости в жилой площади на человека, из расчета на человека. Есть еще, по ребенку тоже проговорили, гражданин Российской Федерации в обязательном случае, родился в Крыму и регистрация произведена в Крыму. А теперь в отношении родителей. Очень часто, возможно, будет задаваемый вопрос. Родители. Значит, если это один из родителей или же одинокий родитель, рожден на территории Республики Крым и прожил в общей, в суммарном таком расчете, не более, не менее, простите, 10 лет. Понятно, да? Если либо один из родителей, либо если это одинокий родитель, родился и прожил не более 10 лет на территории Республики Крым. Татьяна Мироновна, спасибо вам большое. У нас просто эфирное время уже подходит к концу. Да, очень интересно. Тем не менее, зато мы вас так просто не отпустим и попросим вас пройти вместе с нами, сфотографироваться нашей вот такой вот инсталляции. С вами вот просто не летит. Ну и все-таки у меня столько информации. Ну, мы вас пройти, пожалуйста, в телевизор непосредственно, а мы вас пригласим еще, и тогда... Обязательно. Очень интересные спикеры. Да, это мы прощаемся с налоговым телевидением и говорим привет с цифровым. Чем занять руки в свободное время? Вариантов множество. Главное начать, уверяет Дмитрий Рубцов. По профессии он краснодеревщик. 18 лет посвящает любимой работе каждую свободную минуту. Работа для меня – это вся моя жизнь. Я пытаюсь в своих работах раскрыть красоту, древесины для людей, показать, казалось бы, вроде бы невзрачных вещах, торжество природы. Кости, камни, рога животных. Мастер работает со многими материалами, но больше всего любит дерево. Оно живое, в нем есть душа, уверяет Дмитрий. Последняя моя незаконченная работа – это скиф на перу. Вот он выглядит примерно так. Он требует доводки, шлифовки, но общие черты уже видны, вырисовываются. Другим способом самовыражения могут стать свечи собственного изготовления. Эти изделия давно перешли статус осветительных приспособлений в элементы декора интерьера. У нас в магазине пользуются большой популярностью. Их покупают так, как на дни рождения. Вот сейчас покупают и заказывают в подарок учителям. Есть такие. А перед Новым годом вообще будет бум. Приобрести можно, но совсем другое дело – сделать своими руками. Марина Пташник хорошо знает, что кропотливый труд может приносить настоящее удовольствие. Это моя первая свеча, которую я сделала пять лет назад с пчелиного воска, экологически чистая натуральная свеча. Прям первая такая красивая. А долго ты ее делала? Эта форма заливается в форму и застывает она буквально за 12 часов, потом достается и чуть-чуть украшается. Ты ее хранишь, да? Храню, конечно. Это самая ценная свеча для меня. Гелевые, парафиновые, восковые с травами или кофейными зернами. Разнообразие свечей ограничивается только фантазией автора. Сегодня изготовить их в домашних условиях не составляет никакого труда. Так, для свечи, которая будет гореть один час, необходимо подготовить вощину, отрезать шпагат, подготовить фитиль. Сейчас мы потихонечку скручиваем. Для того, чтобы свеча была ароматной, мы добавим несколько капель масла апельсина. Затем берем кисточку и равномерно распределяем по вощине. Ну все, свеча готова. Давайте попробуем поджечь. Лепить, вырезать, оформлять и доводить до совершенства. Сделанное собственными руками высоко ценится. Ведь так приятно получить в подарок не просто купленное в магазине, а авторское изделие. Ирина Берилюк, Владислав Кравцов, Артем Баранов. Утро нового дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эффективнее, когда она коллективная, непосредственно, и один за другим, будто передавая эстафету. А дворники как раз такие и решают вопрос, который возник у них, проблемы из-за дождей. Тем не менее, можете, может они даже представлять, что это не просто вода, которую они смывают. А какой-то олимпийский огонь. Качественные эстафеты. Можно представить, что это плохое настроение, они от него избавляются. Хотя вот недавно... Кстати, твой вариант мне больше нравится. Слава богу, спасибо. Сашуль, а вот хотя не так давно у меня друг вернулся с армии, он говорил, что они точно так же подметали улицы от луч. То есть один за другим, да? Увы, правда, там не было ливнестока. А куда они ее подметали? Ну, туда. Просто, грубо говоря, это вот, знаешь, я прочитал очень полезный совет. Я не знаю, это физика или как это называется. Когда ты, допустим, пролил воду, и когда мы ее вытираем ногой, чем больше площадь, по которой она размазана, тем она быстрее испарится. Вот, наверное, действительно ли. Дело в том, что... Прикол в том, что она никуда не испарится, понимаешь? Нет, кстати, она уходит куда-то. Просто лужу размазываем и делаем диаметр этой мокрого пятна все больше и больше и больше. Ну, еще и носки после этого мокрые. Вера умирает последней, Сашу. Ладно, как тебе удобно. Сейчас у нас есть возможность как раз-таки связаться с нашим коллегой Сашей. Он, наверное, уже рядом. Слишком много Саши за это утро, тебе кажется. Саша! Есть слово. Да, коллеги, я продолжаю дальше путешествовать. И, конечно же, прямо сейчас я нахожусь возле дороги, где буквально совсем недавно была пробка, но она уже рассосалась. И вновь пытается образоваться новая. В связи с этим в Крыму и в России, в общем, очень тяжелая экологическая обстановка. И ученые всячески пытаются с этим бороться, чтобы улучшить экологию. И, в частности, вот в Симферополе, в аэропорту прошел испытание новый грузовой... новый электрогрузовик. Вот. Десять дней машину тестировали в качестве тягача. На аэродроме, произведенный в Крыму, грузовик имеет грузоподъем. Ну и снова технические моменты, технические помехи. Тем не менее, к Саше мы еще вернемся. В любом случае, спасибо за то, что ты гуляешь этим утром по улицам Крымской столицы, показываешь там нам насколько уже интенсивное движение. Мы могли это видеть, потому что за Сашей на спину уже ездили во все машины. Поэтому, если вы все еще не выбежали из дома, настоятельно рекомендуем вам сделать это прямо сейчас. Ну что меня особенно радует, все же один раз у Александров все получилось, мы его слушали от и до. Я уверена, что даже не один. Не, ну как бы один так точно мне очень хорошо запомнился. Вот. Есть, кстати, очень необычная новость, которую я, наверное, на просторах интернета обнаружил. А то, что у нас хотят сделать, не то что утилизировать, перерабатывать пропавшие продукты, которые можно будет потом использовать как ресурс в тот же раз. Ты сейчас про продукты пищевые отходы? Да, да, да. Речь идет о пищевых отходах. Допустим, у нас в России ежедневно мы знаем просто тоннами, сотни тонн уходят продукты, которые пропали. А в принципе, при переработке их можно было бы использовать в каких-то других, допустим, ну, целях. Ну, в принципе, всегда отходам можно найти применение и как их перерабатывать, утилизировать. В принципе, ряд европейских стран достаточно долго ведется для преднаправленного политику, именно чтобы по борьбе с мусорными отходами. Ну, а тем временем всю эту информацию мы, конечно, читаем в интернете. О том, что еще можно прочитать, либо увидеть в интернете, вы можете узнать из нашей следующей рубрики. Прочтите название песни и танцуйте. Английский блогер подходит к людям на улице и таким незамысловатым способом заставляет прохожих двигаться под веселую музыку. Но и сам бородач не стоит в стороне и заряжает своим позитивом окружающих. Когда животное хочет гулять, его ничто не остановит, даже специальная переноска. Кошка прыгает по двору так высоко, словно вместо травы под ее ногами батут. Хозяевам остается только удивленно снимать это на видео. Во время военного парада в Мадриде парашютист должен был красиво приземлиться с национальным флагом, но застрял на фонарном столбе. Этот конфуз произошел прямо на глазах у испанской королевской семьи. Никаких физических травм мужчина не получил, разве что моральную. Военная техника может осилить любое дорожное покрытие. И тест-драйвы лишь в очередной раз это подтверждают. Зачем объезжать кочки, зыбучие пески и грязные лужи? Этим машинам они не страшны. Вот только отмывать авто после таких приключений придется долго. В городе Падыка камера слежения сняла очередного вора-неудачника. Вооруженный грабитель в маске сошел в отель и потребовал от работницы отдать ему все деньги. Он так увлекся сбором наличности, что забыл про оружие. Чем воспользовалась сотрудница отеля, которая, пользуясь моментом, завладела оставленным без присмотра пистолетом? У вас активный питомец? Его не оставляет ни один барьер? Воспользуйтесь старым и проверенным средством. Пылесосом. Оказывается, его боятся не только кошки, но и некоторые собаки. Итак, замечательно, наша компания расширилась. Вы можете видеть у нас в гостях Анатолия Аркавича Писелева. Отлично, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым. Мы вас поздравляем сегодня с вашим профессиональным праздником. Сегодня Всемирный день анестезиолога-реаниматолога. И скажите, пожалуйста, вот очень часто приходится сталкиваться с рядом, наверное, необычных случаев, да, и ситуаций. Вот как, ну, надеемся, что ваше утро сегодня началось спокойно и достаточно обычно. Но вот какие, в какие случаи были самыми нестандартными в вашей практике? Я думаю, что, в принципе, все случаи клинической практики, с которыми сталкиваются мои коллеги, да, врачи-анестезиологи-реаниматологи, они все нестандартные, потому что не существует единой, так скажем, модели пациента. Организм каждого человека, он особенный, он имеет свои уникальные свойства и варианты течения заболевания, они тоже очень разные. Ну, выделить какой-то один, выделить не могу, наверное. Наверное, все они особенные, как и мы с вами. Допустим, ведь в каждом случае всегда нужно принимать разные меры для оказания даже первой медицинской помощи, правильно? Потому что люди поступают с совершенно разными симптомами. Бывает и пищевое отравление, да, когда нужно срочно человека в чувства привести. И все-таки для реанимации, что нужно учитывать пациентам, которые поступают в больницу, чтобы они сами могли понимать, что им нужно просить и как им нужно обращаться к специалистам? Ну, как правило, категория пациентов, которые попадают в наше реанимационное отделение, они зачастую попадают в бессознательном состоянии. И алгоритмы действий у специалистов нашего профиля, они, в общем-то, во всех этих случаях однозначны. И они направлены на поддержание нарушенных жизненно важных функций организма. То есть это центральная нервная система, да, когда человек без сознания. Это нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы, нарушение со стороны дыхательной системы, а также со стороны печени, почек. И во время, собственно, и проведения реанимации интенсивной терапии проводится поддержание и временное искусственное замещение аппаратными методами вот этих временно нарушенных органов и систем. В рамках того, что вы говорите, наверное, знать анестезиологу-реаниматологу нужно больше в плане анестезиологического пособия пациенту, который идет или на плановую, или на экстренную операцию. То есть в рамках помощи в формате интенсивная терапия действия будут предприняты молниеносно. В плане экстренного оперативного вмешательства, да, у анестезиолога-реаниматолога есть порядка 15-20 минут для определения тактики ведения больного, выбора оптимального метода обезболивания и ведения наркоза, так скажем. Ну и мониторинг за адекватностью проведения общей анестезии, в том числе ведения этого больного в раннем послеоперационном периоде. В этом плане анестезиологу, если есть контакт с пациентом или в случае, если это плановое оперативное вмешательство, действительно достаточно точно нужно изучить анамнез больного. Надо знать, есть ли у пациента, была ли аллергия пищевая, была ли аллергия на медикаменты, какие лекарственные средства пациент принимает. Потому что иначе при анестезии можно просто спровоцировать, да, еще больше аллергии или наоборот вызвать аллергические реакции. Конечно. И не стоит забывать, что у нас очень много лекарственных средств, которые люди амбулаторно, рутинно принимают. Сами по себе бывает еще? Сами по себе. И здесь возникает такой момент, как лекарственное взаимодействие. То есть анестезиологу-реаниматологу в плане анестезиологического пособия приходится анализировать. То есть лекарственная анамнез человека, который к нему пришел, и тогда уже выбрать оптимальную тактику. Анатолий Аркадьевич, в принципе, сегодня можно смело сказать, что ваш праздник, и мы говорим больше о специалистах, которые оказывают эту первую помощь, могли бы рассказать про ваш отдел, может, поздравить каких-то ваших коллег и сказать, вот смотрите, вы сегодня пришли, я вот смотрю на ваше лицо и понимаю, что вы сияете, вы уже полны бодрости, может, даже хорошего настроения. Мне кажется, это связано даже с тем, что бывают неплановые операции и там недосып или какие-то стрессовые ситуации. Вы просто к ними привыкли, и даже сегодняшняя ситуация для вас никак не стрессовая. Расскажите немножко вот о вашем рабочем графике, как вы трудитесь, с какими ситуациями сталкиваетесь. Ну, первое, что однозначно всех своих коллег хочу поздравить с этим замечательным праздником. Все-таки не стоит забывать, что в Крыму и во всей России анестезиологи и реаниматологи считаются очень дефицитными специалистами во всей медицинской сфере. То есть их в ряде лечебных учреждений Крыма не хватает. А на сколько? Бывает настолько, что приходится в некоторых учреждениях временно приостанавливать плановые оперативные вмешательства и проводить только экстрены. А как это происходит? Получается, что человек, который нуждается в каких-то срочных мерах, или вы кого-то в гости приглашаете? В отделении, в котором я сейчас работаю, год назад оно было создано, в этом плане у нас кадрового голода на данный момент уже нет. То есть удалось привлечь к работе опытных, хороших специалистов, и у нас работа идет в штатном режиме. Но вы делитесь специалистами, если так можно сказать, со своими соседями, или если где-то срочно одна помощь? В рамках формата оказания помощи, которым мы занимаемся, безусловно. То есть специалисты нашего отделения, они оказывают помощь всем пациентам, которые находятся в больнице Семашко. Есть также ряд других анестезиологических отделений. Ну а также помощь пациентам с других лечебных учреждений Крыма, которых санитарным транспортом, реанимобилями, санавиацией, медицинной катастрофы доставляют нам в экстренном порядке. По мерам необходимости, да? Ну что, на ваше усмотрение, нужно сделать для того, чтобы вот таких ценных врачей было больше? Может, я не знаю, прямо скажем, зарплату повысить, сделать, не знаю, меньше больных или что нужно? Вчера будет рабочих часов, ты имел в виду, больных сделать, но не в силах. Дело все в том, что здесь, наверное, вопрос стоит, может быть, не столько в оплате труда. Вообще, как бы, заговорили про анестезиологию и реанимацию. Направление медицины относительно новое, оно зародилось фактически как анестезиологическое направление в середине 19 века. И очень бурно развивается это направление. Ну, с тех пор немало времени прошло, чтобы найти достаточное количество специалистов, мне кажется. Или дело, может, в каком-то внутреннем состоянии человека? Мне кажется, что немало это для тебя, а ведь медицина, она развивается сколько времени? Да. Есть и определенные технологические моменты, да, которые необходимы для оказания квалифицированной, специализированной помощи больному. То есть аппаратные методы поддержки организма, в частности, вот над этим направлением я со своими коллегами активно работаю. Привлечь кадров, ну, непросто. Профессия действительно очень напряженная. Знаете, эту профессию, ее можно сравнить с профессией пилота большого авиалайнера, на борту которого находится много пассажиров. Фактически во время общей анестезии на оперативном вмешательстве врач-анестезиолог-реаниматолог является пилотом, который управляет организмом больного. То есть он управляет функцией дыхания, сречно-сосудистой системой, обезболиванием и так далее. Также во время интенсивной терапии анестезиолог-реаниматолог – это пилот, который управляет всеми больными, которые находятся в реанимационном отделении. Мне еще кажется, знаете, какое-то особенное внутреннее состояние, нужно вот так, подход к работе. Допустим, если ты ведущий утренних праздников, тебе легко, ты идешь на позитиве, сегодня будет здорово. А как вот вы собираетесь? Подход к работе, наверное, должен быть аналогичен вашему, который вы только что назвали. То есть идя утром на работу, врач-анестезиолог-реаниматолог туда направляется всего лишь с одной целью – спасти человека. Но при этом нужно быть взвешенным, уравновешенным, очень спокойным человеком, потому что в твоих руках гораздо больше, чем утренний эфир. Ну, отчасти да. Я думаю, что большинство наших коллег в эту профессию недаром попали, и все-таки выбрать ее должен уже зрелый человек. Анатолий Аркадьевич, мы благодарим вас за ваш труд. Нет сомнения, что мы уверены, благодаря вашим трудам спасли не одну жизнь. Ну, а мы трудимся как можем и предлагаем вас вместе сделать снимок, посвященный аналоговому телевидению. Дело в том, что у нас есть инсталляция, посвященная как раз-таки переходу на цифру, которая произошла в понедельник. И в связи с этим мы хотим вам взять и запечатлеть тот момент, что вы сегодня были в программе, в эфире программы «Утро нового дня». Еще раз праздник о вас. Спасибо. Нам туда. Монечка, али? Умница. Моня, али? Моня, не бойся. Молодец. Моня, артист с четырехлетним стажем. Хотя опыт публичных выступлений накоплен, работать на камеру пушистая звезда не привыкла. Правда, через несколько минут все же берет себя в лапы и снова перевоплощается в храброго артиста. Работает за еду в прямом смысле слова. Поощряют не кнутом, а пряником. Печенье обычное, сахарное. Ароматные галеты, материал расходный. За время дрессировки уходит шесть пачек такого лакомства. Кстати, здесь слово «дрессура» – только термин. На деле это веселая игра, а потому коллегам по цеху не терпится оказаться на манеже. Каждый хочет выйти, каждый хочет сделать. Каждый говорит, я это умею, я это тоже могу. Также в работе. Большой период в работе. Их невозможно тренировать, потому что они эмоции, они радостные, они хотят. Ирина Евхименко – опытный воспитатель. Занимается собаками шестилетнего возраста. Начала путь в профессию под руководством родителей. Они тоже цирковые дрессировщики. Позднее обзавелась собственной хвостатой труппой. Сейчас у нее 28 четверолапых подопечных. Каждый отличается особыми талантами. Кто-то высоко прыгает, а кто-то отлично держит равновесие. И у каждого свое отношение к работе. Пока ты его не подойдешь, не поцелуешь, он ничего не сделает. Кого-то нельзя категорически разыгрывать, потому что иначе это начинается у товарища у нас. Если на него разыграть, у нас будет просто отношение по всему манежу. В этом мы убеждаемся практически сразу. Собаки любят похулиганить, но в целом, отмечает Ирина, все ее ученики покладистые и способные. Старательно крутят барабан, прыгают на скакалке. На то, чтобы освоить упражнения, порою уходят месяцы. Но дрессировщикам терпения не занимать. Знакомьтесь, это Брикс, ему 13 лет и он уже готовится на пенсию. А на смену ему придет Петрович, судьба которого могла сложиться совершенно иначе, потому что в 4 месяца от него отказались хозяева. И таким образом он тоже оказался на арене цирка. Ну а рядом находится артист, который не просто так получил это имя, потому что он является настоящей кинозвездой. Его можно увидеть как в сериалах, так и в рекламе. Здесь всех секретов дрессировки не раскрывают, но говорят, главное приручить животных, а самый эффективный способ – любовь и ласка. С Алия Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Доброе утро. Субтитры реализуют в Крыму. Смотрите новости 24, оставайтесь в курсе самых актуальных событий полуострова. Ну мы будем надеяться, что новости в новостях сегодня будут такие же, как и улыбка Ани Ничуговская. Очаровательные, добрые и красивые. Подняла настроение, все очень здорово. Спасибо вам, хорошего дня. Спасибо, Анют. Здорово. Ну вообще, смотри, у нас уже утро не то, что приблизилось, оно уже ворвалось, вломилось, так сказать, своей ногой, выломав двери с нашей сонливости и уже насытило нас хорошим настроением и улыбками. Ну и самое главное, чтобы такие же чувства испытывали эти люди, которые сейчас будут выходить и отправляться по своим делам. Мы уже отправили детей в школу и готовы заниматься чему-нибудь приятным и действительно полезным. А вот хотим сказать спасибо большое Афавиле, что мы сидим на таких классно комфортных креслах. И самое главное, самое большое, говорим спасибо большое вам, потому что вы провели это утро с нами и старались мы для вас. Ну и мы вернемся к вам завтра обязательно и сегодня. С вами в утре нового дня были Дмитрий Бопов. Александр Корнович. И поэтому желаем вам хорошего настроения, бодрости и продуктивного дня. Пока-пока. Всего хорошего.